МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Увы, разногласий между детьми и родителями не избежать. Ну, как все мы знаем, в этом не всегда виноваты дети. Ну, и не всегда в этом виноваты и родители. Мы сейчас не будем искать виноватого. Мы, как всегда, попробуем найти компромисс. И что попробуем сделать? Поговорить. Поговорим. Это Клим Поплавский. А это Яна Поплавская. А это прекрасная мама, у которой совершенно потрясающее имя Снежанна. И недавно в ее жизни произошла удивительная встреча. А это Светлана, ее дочь. И она, насколько я понимаю, не очень рада встрече, которая недавно произошла у ее мамы. Рассказывайте. С кем вы встретились? У меня дочь не верит, что у меня была встреча с инопланетянином. А, вы контактер? Да. Хорошо. Так, ну рассказывайте, как же это произошло? Когда я ехала с дачи ночью, мне, ну у меня заглохла машина. Я вышла, естественно, посмотреть, что там как случилось, потому что не в замке зажигания ничего, никаких контактов. Выхожу, а вдруг сзади раздается голос. Здравствуйте, Снежана. Я поворачиваюсь, смотрю, стоит симпатичный молодой мужчина, высокий, красивый, ну лет 30. Вы испугались, когда он сразу вам, Снежанна? Я нет, я не испугалась, я немножко напряглась. Молодой человек стоит за вами, знает ваше имя. Представляется Гао. Гао. И говорит, что он с другой планеты. Я, конечно, немножечко так недоверчива к нему. По-русски разговаривали? По-русски разговаривали, но мне все объяснили. Абсолютно четко. Я возьму, я возьму, я возьму, я возьму, я возьму, Гао. То есть все нормально было? Абсолютно. Окей. Ну что же мне, не верить. Вот дети, они вообще никогда не верят ни во что. Не-не-не, я взрослая и сама несколько обескуражена. Порог детскости я так преодолел лет 10 назад, но спасибо вам. Сейчас постараюсь вам дальше рассказать. В общем, этот Гао, он все мои мысли как бы считывал. Я, допустим, что-то хотела ему задать вопрос. А он сразу отвечал. А он мне сразу отвечал, да. И объяснил, почему. То есть это происходило так, вы стоите, а он 8. Да. Вы хотите увидеть корабль? Она не сломалась. Она у вас, да. Корабль там. Да. А вы молчите просто. А он разговаривал с вами при том, что передачи мыслей? Нет, он слух говорил. Он слух говорил, он мне объяснил, почему он говорил слух. То есть он говорит, я могу совершенно спокойно с вами разговаривать телепатически. Но нет смысла вас напрягать, как бы, ну, вам будет так проще. Потом я обратила внимание на перстень, который был у него на пальце. Красивешный? Да, очень красивый, но такой, как я, ну вы меня смущаете. Это реакция абсолютно моей дочери. Понимаете? Ну, хватит, ну ты, я так историю не услышишь. Ну, ты получаешься, я дожарю. Все хорошо. Я с дочерью с вами так общаюсь. Да я понимаю, я с дедом так же разговариваю, он смеется. Когда я начала рассказывать, у нее логистая кистерика. Я просто жду, а он смеет, что я жду. Давайте. Я свет с вами. Я, ну, я как бы подумала о том, если ты инопланетянин, извини, где твой корабль? Так. Логично. Вот. Я не успела это произнести. А он? А он. Говорит, вот смотри, видишь облако? Я говорю, вижу. Пойдем покажу. Вы пошли? Мы пошли с ним в это облако, он нажал на это колечко, а это оказалось пульт управления. Да. Оттуда... Оттуда выкатывается лестница, типа гармошечки, и мы заходим с ним на корабль. Ну, дочь, вот ты опять начинаешь смеяться. Корабль стоит на земле или инвестирует? Корабль оказался в облаке. В облаке была такая, вот мы когда зашли в облако, полоска. Из полоски вы... Вы попали на корабль? Да. Я буду тезисно. Так, что внутри? Что внутри? Внутри оказалась женщина, тоже красивая, и еще один мужчина. Их было трое. Гао, и вот я забываю даже... Они представители белковой мыслящей расы, так же, как и мы. Это радует, господа. Это не... Абсолютно нормальные. Я надеялся, что они кремниевые. Нет, они абсолютно нормальные, красивые, молодые люди. И Гао мне сказал, что вот пульт управления корабля находится у него здесь. Почему у одного человека, в принципе, корабль управляется мыслями? То есть нам надо улететь, мы летим. Но почему только у него? Потому что трое человек, трое мыслей, корабль может как бы... Ага. Подождите, а давно это вот встреча произошла? Это порядка трех лет, и этому есть, ну, обоснование. Какое? Я считаю этим психологическим отклонением. Мам, извини, но по-другому я не могу это назвать. С гречесными планетянами это отклонение. Ну, это какие-то вот просто... Суп грибной кушаете, имеется в виду? Нет, просто три года назад у нас в семье произошло, ну, как бы жизненная такая ситуация. Это папа, ну, ушел из семьи. Так. Вот. И тут же маму сократили с работы. Вот. И... И вы думаете, что это последствия стресса? Я думаю, что это, конечно, стресс. Я не верю в это. Я не верю. Это очень нормально в семье. Продолжаем контакт. Придумывание, там, ну, какими-то фантазиями о том, что там она... А что три года мама всем рассказывает, что ли, друзья? Она всем рассказывает, и... Всем не надо. Я ее хотела сказать психологу. Всем не надо рассказывать. По-другому тут никак. Она не смеется, друзья. Ну, конечно, смеется, но это разве... Какие гао? О чем вы говорите 21 век? Я вас понял, что вы скептик, уверенный скептик. Меня... Я сейчас быстро с мамой закончим, для того, чтобы перейти у нас огромное количество там сомневающихся и уверенных. Она хотела всем об этом рассказывать. Вот это не надо. Да нет, ну, она утрирует. Я абсолютно всем об этом не рассказываю. Просто первый человек, которому я рассказала, она, и, естественно, близкие друзья. Потому что есть люди, которые верят. Во-первых, был вопрос. Почему у тебя был такой дикий стресс, и вдруг ты успокоилась? То есть ты абсолютно комфортно себя начала чувствовать. Мне приходится объяснять, что вот была такая встреча. Для меня она в жизни сейчас самое светлое пятно, которое внесла комфорт в мою жизнь. И вот внутри себя... Почему вы? Почему я? Ну, мне гао сказал, что это было светлое такое пятно, на которое хотелось отреагировать ему. Ему захотелось контакта, потому что он почувствовал, что... Для чего? Ну, он вообще общался со многими. Вы понимаете, все мужчины так говорят, когда знакомятся вначале. Ну, там была на корабле. Ну, разве я не права? Я лично на протяжении трех дней наблюдал тарелки. В Лос-Анджелесе, в горах. Лично. Так что мне надо теперь обращаться к психиатру, чтобы он мне сказал, что это неправда? Конечно, надо. Догадались ли вы спросить?